Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Почему дети, воспитанные в вере, уходят из храма, когда у них появляется выбор? Это беда нашей церкви, с которой сталкиваются, если не все, но уж точно каждый второй родитель. По одной простой причине. Потому что нам кажется, что быть в церкви – это значит телом присутствовать на богослужении. Значит, привести ребенка, поставить его в какую-то точку, сказать ему «Так, молись, не двигайся, не бегай, не шурши, в телефон не смотри, стой, молись». А что такое молиться, ребенок не знает. В голове у него современные игры, у него тоска и печаль от того, что сейчас происходит, и он ничего не понимает, что происходит. Кто-то ходит, звенит бубенчиками, какие-то голоса справа-слева доносятся. Текст молитв непонятен совершенно, даже если бы он по-русски звучал, все равно было бы непонятно. Тяжело на самом деле на слух воспринимать распеваемый, тянущийся текст. Представьте себе, как бы вы, не зная текста херувимской песни, представляли, о чем на ней поется. И-же-херуви и так далее, и так далее. То есть ты уже через полторы минуты просто не понимаешь, о чем речь идет. Открываешь книжечку, а, вот же оно. Текст видишь, но все равно ничего не понятно. То есть тебе надо перевести, узнать историю этого текста, тогда уже ага, вот о чем мы молимся. Здесь мы предстоим, как ангелы оказываются на небесах, для того, чтобы встретить идущего царя славы. Ребенку-то все непонятно. Он ждет, когда же это все закончится. И так из раза в раз, из месяца в месяц, из года в год. Для него это просто принуждение. Принуждение к исповеди, принуждение к причастию. Да, он говорит, ну здорово, замечательно. Как храме понравилось, ой, как хорошо понравилось. И все. Но если только малейшая возможность в храме не прийти, он, конечно, ее и пользуется. Что в результате оказывается? Как только родительская сила ослабевает, ослабевает она уже приблизительно годам к 14, к 15, про 16 я вообще молчу. Ребенок, ощутив себя самостоятельной личностью, говорит, так, все, мам, спасибо, я в храм не пойду, и вообще как-то во все это не верю. Снимает себе крестик, и родители, которые причащали ребенка практически на каждой литургии, просто впадают в ступор и говорят, а как это, что произошло, почему? На каждой же службочке молились. А может быть, не читали биографию дорогого Антона Павловича Чехова, который как только вылетел из родового поместья, будучи принуждаем к огромному количеству молитв и богослужений, перекратил любые взаимоотношения с церковью. Да, приходил в храм на праздники, но Бога по-настоящему не верил, то есть он ему не открылся, хотя на всех службах был. Бывает и так, мы не учим детей взаимоотношению с Богом, мы не учим его личностной молитве, то есть не происходит эта встреча, выдадим какое-то знание, в том числе в воскресных школах, церковно-славянском языке, истории церкви, в Ветхом и Новом Завете. Но он к этому относится так, как обыкновенная школьная информация. Ну, хорошо, я запомнил, буду знать. Иисус родился в Вифлееме. Ну, здорово. Умер в Иерусалиме. Ну, тоже понятно. Жил 33 года. Ну, хорошо, буду знать для общего развития. А личной встречи с Иисусом не произошло. Еще у меня вопрос. А может быть, у вас не было этой встречи? Может, вы тоже просто едете по накатанным рельсам, совершая некоторую сумму предписанных церковью ритуалов и обрядов? Вот, надо пост хоронить, надо утреннюю вечернюю молитву почитать, надо причащаться. А зачем причащаться? Кого причащаться? Зачем ты вообще живешь? Что значит встреча с живым Богом? Живет ли Христос в твоей семье? Если не живет, ребенок не будет сам этим жить и не воспримет от вас. Поэтому на родителей стоит огромная задача. Непринудительно в церковь детей приводить, а самим жить во Христе и со Христом. Жить молитвой. У вас в глазах должна быть любовь к Богу. Перед причастием вы святиться должны. И вот это будет чувствовать ребенок. А не идти к причастию без родителей. Потому что сегодня надо причащиться, а я не могу. Я в другой раз причащусь. Говорят, что это такое. Родители говорят, что это очень важно, это очень полезно. Сами не причащаются. Лукавят, что ли? Тоже, кстати, сами идти. Это важный момент. Если дома нет молитв, если вы к Евангелию относитесь никак, как к прочетной книжке, которая сидит где-нибудь на полке, когда-нибудь открою. Если вам не интересен Христос, настоящий, живой, строгий и любвеобильный, то он не будет интересен и детям. Потому дети уходят из церкви. И да Бог, чтобы на их жизненном пути со временем встретился священник или человек, который расскажет им о настоящем Христе. Не обрядовом, а живом. Царю, царе, небо и земли, и всего видимого и невидимого мира. Само Писание говорит о том, как живут такие семьи. Апостол Марк. Люди эти чтут меня устами, сердце их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Казалось бы, учить детей правильным вещам, а на самом деле сердце далеко отстоит. Будет в сердце любовь к Богу, будет в сердце любовь к ближним, в жизни ваших детей все будет правильно. Потому что правильно. Субтитры создавал DimaTorzok